Один из лучших портретистов Сергей Марченко открыл свою передвижную выставку «Уголь Донбасса» в арт-салоне Звенигородской библиотеки. Главная задача проекта – через графику раскрыть внутренний мир тех, кто сейчас находится в зоне СВО. Со слов автора, это возможно только при искреннем интересе художника к модели. Я стал искать их уже в сюжетах. Там идет краткий рассказ о героях. Звучит их голос, их мысли и становится зримым этот портрет их. Как будто я с ними уже знаком и могу на основе этих материалов делать работы, приближенные максимально к натурным. На выставке представлено 13 портретов участников спецоперации – волонтеров, добровольцев, медиков. Все они выполнены углем на крафтовой бумаге, что перекликается с темой Донбасса. Здесь нет лоска и пафоса. Главное в картинах – это простота. У зрителя создается ощущение, что он уже знаком с этими героями и может слышать их мысли и чувства. Работам автора свойственна энергия красок солнечного дня и задумчивость туманного утра. У картин нет имен и фамилий, только позывные. С позывным «Хаттабыч» из Иваново приехал ополченцем в казацком корпусе сейчас находится. И как он спокойно с высоты своих лет рассказывает о том, что он делает правое дело. Уверен абсолютно в том, что это останется в веках. И после его ухода будут много благодарных людей приходить к нему на могилы. Впервые выставку Сергей презентовал в Музее Победы на Поклонной горе. Работы вызвали большой отклик и одобрение среди публики. Художник понял, что нужно продолжать. Портреты участников СВО он продолжает писать и по сей день. На одну картину уходит два дня. Бывает так, что ты возвращаешься к работе, замечаешь какие-то шаги. Но есть еще это само исполнение. Но есть такой момент, когда ты с этими героями знакомишься, ты как бы насматриваешься. Ты думаешь о том, на что сделать акцент, какой образ больше в нем раскрыть, через что. Та же каска, она может иногда фигурировать и как нимб над головой. Глаза – это зеркало души. Еще Михаил Врубель говорил, что на своих картинах глаза он рисует в последнюю очередь. Именно так художник начинает говорить со своими моделями. Сергей соглашается с этим и надеется, что ему удалось передать все эмоции. И это зацепит зрителя. Выставка продлится до 31 августа. Вход свободный. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Спасибо за субтитры Алекси